Я думаю, что любой кардиолог подтвердит, что пульс – это один из главных показателей работы нашего с вами сердца. И многие на самом деле пугаются и бегут сразу его снижать, не думая о последствиях. Но пытаясь сделать как лучше, можно очень серьезно навредить своему организму. И, казалось бы, первая экстренная помощь, неправильная, может привести даже к смерти. Какие ошибки нельзя совершать, если вы видите высокие показатели пульса, я расскажу в этом видео. И досмотрите это видео до конца, я расскажу вам о единственном верном способе, как же правильно нужно снижать пульс. Вообще, в норме частота сердечных сокращений находится в диапазоне от 60 до 90 ударов в минуту. То есть, когда у человека повышается пульс выше 90 ударов, мы уже говорим о таком синдроме, как тахикардия. То есть, учащение сердечного ритма. Но это не говорит о том, что есть какая-то проблема, потому что множество существует физиологичных состояний. В том числе, например, воздействие стрессов, физическая нагрузка. То есть, когда у нас пульс может физиологично повышаться. Но он со временем приходит в норму. Сейчас же мы говорим о тех ситуациях, когда пульс повышен постоянно. Нарушение сердечного ритма, оно тоже связано с возрастом, нет? Нет, просто с возрастом организм больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям в целом. Но это не факт, что будет проблема именно с пульсом связана. Какие существуют основные причины повышения пульса? Помимо того, что есть, конечно, такие физиологические особенности, такие как, например, беременность, занятие спортом, повышенная физическая активность или, например, какой-то стрессовый фактор. Когда у человека физиологично повышается пульс, есть еще определенные заболевания, при которых пульс тоже может повышаться. И первое – это, конечно, сердечные проблемы, различные аритмии. То есть, когда у человека повышается пульс, и это связано непосредственно с заболеванием сердца. Второе – это проблемы с щитовидной железой. В целом, вообще, эндокринные заболевания, они могут на это влиять, но я думаю, что щитовидка, наверное, один из основных органов, при сбое в работе которого может все-таки повлиять на работу нашего с вами сердца и привести к учащению пульса. Также достаточно распространенная проблема – это аномия. То есть, когда у человека снижается уровень гемоглобина, у него автоматически повышается пульс. То есть, чем ниже гемоглобин, как правило, тем выше будет значение частоты сердечных сокращений. Вообще, любое изменение гормонального фона, неважно, это с щитовидкой связано, гипотирез или гипотирез, любые другие эндокринные заболевания, так или иначе могут влиять на состояние нашего с вами сердечного ритма. Также нельзя и упустить тот момент, когда у человека, например, повышается температура. То есть, когда человек заболевает вирусной инфекцией, соответственно, у него тоже повышается пульс. Но когда, собственно, человек поправляется, как правило, пульс приходит в норму. Ну, как будто бы дофига всяких причин, да, и легче перетерпеть. Ну, я бы не сказал, что просто сердце ведь это такой сигнальный орган, он сигнализирует о какой-то проблеме на. Поэтому, если у человека повышается пульс, то значит, это не просто так происходит, это следствие чего-то. И здесь уже надо разбираться, конечно. Это может быть банально связано еще с нетренированностью организма, с избыточным весом. Например, люди, которые страдают ожирением, соответственно, у них пульс тоже будет выше. Они хуже, переносят нагрузку, и, соответственно, пульс у них, как правило, выше бывает, чем у обычных людей. Чувствовали ли когда-нибудь у себя вы перебой в работе сердца? Или чувствовали, что сердце замирает, или вот-вот остановится? Или чувствовали, что оно сокращается неритмично? Если да, поставьте лайк этому видео. К чему же вообще приводит повышение пульса? Если это разовая акция, то, конечно, ничего страшного. Если же это все-таки происходит на фоне какого-то либо заболевания, все это приводит к тому, что у человека просто перегружается сердце. И в перспективе, если длительно на это не обращать внимания, во-первых, будет прогрессировать, скорее всего, основное заболевание, вследствие чего это произошло. И, собственно, наше сердце будет работать с нагрузкой. То есть, и резервные способности нашего сердца, они рано или поздно заканчиваются. А как быть вот как раз-таки с лечением медикаментоза? Тот же самый гипотириоз, например, при котором назначают белый пирог, который сам по себе повышает пульс? Да, есть такой момент. Но если гормоны все-таки придут в норму, большая вероятность того, что пульс тоже должен нормализоваться. Но здесь очень важную роль играет еще и функциональное состояние самого сердца. То есть, если сердце нетренированное, оно не приспособлено к физическим нагрузкам, то оно в любом случае будет склонность к тахикардии. Вот почему, например, у профессиональных спортсменов, которые долгое время занимаются физическими нагрузками, у них есть склонность к бардикардии. То есть, сердце работает экономно, оно быстро не бьется. Я вот видел даже такие случаи, когда у профессионального велосипедиста на холтере пульс опускался до 40, там до 35 ударов минуту ночью. То есть, для здорового человека это уже крайне низкий показатель, крайне опасный показатель. Но для этого спортсмена, который 10 лет занимается этим спортом, это вполне нормальное себе состояние. Вообще, люди достаточно остро реагируют на повышение пульса, особенно если они это ощущают и начинают прибегать к таким неверным способам, о которых мы сейчас поговорим. И первый, самый основной, самый главный и самый, наверное, опасный – это самостоятельный прием препаратов для снижения пульса. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что вы можете неправильно подобрать себе дозировку и слишком сильно занесет пульс. Были такие случаи, когда пациенты бесконтрольно принимали так называемые бета-блокаторы, которые урежают пульс. Все это приводило к тому, что у них возникали блокады. Блокады – это уже достаточно серьезные патологии, которые могут привести к остановке сердца. Поэтому с приемом препаратов, лекарственных препаратов, которые в аптеке продаются, нужно быть крайне осторожным и принимать их только по назначению доктора. А что значит, блокады? Это как выглядит? Это выглядит следующим образом. То есть, сердце сокращается, 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 и одно сокращение выпадает полностью. Если это будет прогрессировать, то есть, есть блокады там в первой степени, потом в второй степени. Вот в второй степени – это когда выпадает, потом сокращается, выпадает, сокращается. Есть блокады в третьей степени, когда уже эти паузы становятся очень длинными. Человек в этот период может терять сознание. Ну, соответственно, сердце не сокращается там 3-5 секунд. Соответственно, он просто падает в обморок, и все. И вообще это к смерти может привести, к остановке сердца. Второй, менее распространенный, но считаю не менее опасным – это использование различных народных средств, которые абсолютно не изучены, с недоказанной эффективностью, которые, как правило, используются чисто понаслышке от того, что кто-то кому-то когда-то сказал, и что это когда-то кому-то помогло. Особенно это касается различных БАДов и различных трав, особенно различных комплексов трав, когда человек принимает какие-то настойки непонятного происхождения, которые якобы нормализуют пульс. Вот с этим надо быть крайне осторожным для того, чтобы просто не вызвать какой-то токсический эффект и не ухудшить ситуацию. Какие народные средства могут не то чтобы помочь, а наоборот навредить работе нашего сердца, я рассказал у себя в телеграм-канале. Переходите по ссылке. И, наверное, самая распространенная ошибка – это банально игнорировать свой организм, банально не обращать внимания на такие важные вещи, как работу нашего сердца, в особенности на частоту сердечных сокращений. Поэтому вы с легкостью можете даже в домашних условиях проверить у себя свой пульс, то есть поставить руку на лучевую артерию и почувствовать пульсацию. И за 60 секунд замерить, сколько раз же всё-таки вы почувствуете пульсацию, и такой пульс у вас и будет. То есть эта методика абсолютно для всех доступна. В любом месте её можно сделать, посчитать, с какой частотой работает ваше сердце и посмотреть, испытывает ли она нагрузку или нет. А сейчас давайте поговорим, как же всё-таки нужно снижать пульс. Правильно. Для начала надо сделать электрокардиограмму и посмотреть, с какой частотой сокращается ваше сердце и нет ли какой-то аритмии. В идеале, конечно, сделать холтерское мониторирование ЭКГ. То есть это специальный аппарат, который на сутки вешается на ваше тело, и в течение 24 часов мониторируется работа вашего сердца. Эта методика абсолютно точно может показать, с какой частотой сокращается сердце в течение дня, при нагрузках, ночью. И вообще покажет вашу среднюю частоту. И это даст понимание, есть ли у вас проблемы, во-первых, с пульсом. Снижается, может быть, он очень сильно, или наоборот, он слишком сильно у вас повышается. Есть ли какие-то аритмии или нет. Если вы в целом здоровый человек, и у вас нет каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, вы сделали, допустим, холтерское мониторирование, и у вас банально просто показывают высокие показатели пульса, но при этом у вас все остальные системы организма функционируют хорошо. Тогда в данном случае я рекомендовал бы вам все-таки сделать упор на физическую активность. Возможно, у вас недостаточная тренированность. И добавлять в свою жизнь регулярные физические нагрузки. Можете начать банально с ходьбы. Кому-то нравится больше плавание, кто-то на эллипсе ходит, кто-то, например, выходит на пробежку. Но какая-то аэродная нагрузка все равно должна обязательно присутствовать. Продолжение следует...